А зима близко. В некоторых районах уже прошли снегопады, в других ураганный ветер и проливные дожди. Непогода движется с запада в сторону центральных областей и столицы. И без пострадавших, к сожалению, не обходится. Все подробности в следующем материале. В Ивано-Франковской области пострадал 8-летний мальчик. Это произошло в селе Текучее. На ребенка прямо во дворе дома упало дерево. Сейчас мальчик в больнице, у него многочисленные переломы и травматический шок. Батьки смогли распилять столб, он был очень тяжелый, неподъемный. И вытягнуть из него дитину, отправили в центральную районную лекарню. Стан дитины был тяжелый, такой, что требовало ликовать в специализованной детской лекарне. Хлопчик сейчас уже стабильный по всех показаниях. Ураган оставил без света 14 населенных пунктов области. В горных районах выпал снег. В некоторых местах его покров достигает 10 сантиметров. На перевалах работают грейдеры. Чистят трассы. И во Львовской области на трассе Киевчоп дорожные службы посыпают асфальт песчано-соляной смесью. Полиция просит водителей соблюдать безопасную дистанцию, не превышать скорость. В самом Львове ветер достигал 35 км в час. Сильные порывы валили деревья, некоторые упали на припаркованные автомобили. В Черновцах ураган начался накануне вечером. Сильный ветер ломал ветки и даже выкорчевывал деревья. Одно из них упало на такси на улице Садовой. Водитель получил травмы, врачи осмотрели его и уже отпустили домой. Сейчас в Черновцах без электричества остаются несколько районов. В основном частный сектор. Падающие ветки повредили светофоры, ветер снес крыши с нескольких домов. Национальники прибирают, проблема серьезная с освещением. Из-за сильного ветра в местном аэропорту не смог приземлиться самолет «Киев-Черновцы». Пассажиры вынуждены были возвращаться в столицу. По информации синоптиков, в ближайшие дни погода не улучшится. Ольга Поломарюк, Галина Якушко, Зиновий Автоназ, Юрий Голубенко, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер.